Дорогие друзья, это программа Кулепоян Алматы. С огромной радостью мы представляем вам нашего уважаемого гостя. Это Кайдар Сейсимбаевич Алдажуманов, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии в этот памятный великий день. Скажите, для вас 9 мая, что это за день, что это за праздник для вас, для ваших предков, для вашей семьи? Ну, я думаю, для меня или вообще для любого казахстанца, в особенности моего, скажем, поколения, это день победы, действительно святой день. Я с детства, как раз на начало, скажем, конеч 40-х, начало 50-х годов, я сколько себя помню, люди в лимнастерках, в военной форме ходили. Многие без погон, возвращались с фронта возвратившиеся. Много, очень много было коллег, инвалидов войны. Поэтому я с детства вот как раз вырос, и когда вы начали осознавать себя, сам я служил в армии, непосредственно отношения имею к армии. И после университета я, именно попав в историю этнологии имени Чокана Валиханова, мы занялись историей Казахстана военных лет. Мы знаем, что вы великолепно знаете это военное время, знаете статистику. Говоря о статистике, сколько воинов казахстанцев было мобилизовано, ушло на фронт? Да, с началом войны необходимо учесть, что в 39-40-м годах в советских вооруженных силах проходили службу 157 тысяч казахстанцев. Уже служили? Уже служили. Из них 40 тысяч казахов. Они, большинство из них, участвовали в этих боевых действиях еще до 41-го года. Скажем, на Дальнем Востоке, на озере Хасан, на Халкинголе, Монголии, в Советско-финской войне участвовали в освобождении в этих боевых походах по присоединению Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, Молдавии. Так что Советская Армия в тот период, конечно, имел такой определенный опыт, но этого оказалось недостаточно. Когда началась война в 41-м году, в мае-июне 41-го года, Германия сосредоточила на Западной Советской границе 190 своих дивизий, отмобилизованных. Из них 153 дивизии – это вооруженные силы ее союзников. То есть Германия – это войска Италии, Венгрии, Умолии и Финляндии еще. Так что, когда началась война, первые месяцы войны, вообще первые полтора года войны оказались неудачными для советских вооруженных сил. Вы представьте себе, с 22 июня до конца декабря 41-го года 1 миллион 998 тысяч советских командиров и солдат попали к немцам в плен. Это огромная цифра. Это огромные потери. Начав войну, Германия, через неделю германские войска на 6-й день войны занимает в столице Белоруссии Гницк. Вскоре Ленинград попал в блокаду. Войска через 3 месяца к осени подошли, заняв всю Западную Украину, Киеву, уже под Москвой оказались. И вот необходимо было восполнить вот эти потери. В людских резервах пополнить советские вооруженные силы. Если учесть, что, скажем, к 41-му году, к началу войны, вообще во всех советских вооруженных силах состояли на службе 6 миллионов человек. Из них около 3 миллионов, 3,5 миллионов находилась в европейской части, приблизительно к западной границе. И вот представьте себе, попали в плен почти 2 миллиона. 1 миллион 998 тысяч. И вот в Казахстане как раз началась мобилизация на фронт. По материалам казахского военного комиссариата с июня 41-го года до конца мая 45-го года, оказывается, было призвано 1 миллион 210 тысяч человек. Это не считая тех 150 человек, которые уже служили до войны в вооруженных силах. Так что каждый четвертый житель республики во время войны встал, как говорится, в боевой строй. И другой вопрос, сколько потерь его как раз... Вот вернулось сколько из этого количества. Да, например, скажем, вот из 1 миллиона 210 тысяч человек призванных, в 692 тысячи как раз были призваны только за первые полтора года войны. Это с июня 41-го года по декабрь 42-го года. И фактически эти люди участвовали в боях, погибли, скажем, в боях под Москвой, под Ленинградом, в боях между Волгой и Доном. Недаром, скажем, английский такой публицист, писатель Александр Верк во время войны, он русского происхождения во время войны, он был корреспондентом газета «Санди Таймс», он писал. Самые храбрые бойцы Красной армии, Сталинградские битвы и в других сражениях были казахи, чиргизы, аджики и другие военные выходцы из Средней Азии. Какие военные соединения, к слову, были образованы на территории Казахской Союз? Ну, помимо, скажем, призванных, мобилизованных на фронт, на территории республики по разрябке, скажем, верховного главного команды начали формироваться отдельные соединения, дивизии. Из числа наших же граждан, а кроме того, не только эти соединения были в маршевом порядке, люди отправлялись за пределы республики для пополнения других частей соединения. А вот на территории непосредственно Казахстана была сформирована 21 стрелковая дивизия, в том числе в Алматы это 316-я панфиловская дивизия, 38-я, потом впоследствии 72-я гвардейская стрелковая дивизия, в городах Акмолинской, Петропавловской, Караганде, Актибинской, 319-я, всего 21 стрелковая дивизия и плюс 3 казахских национальных кавалерийских дивизий. Это по приказу Ставки Верховного Главного Командования 16 ноября 1941 года началось формирование во всех республиках, национальное формирование. У нас, значит, в городе Акмолинске формируется 106-я казахская национальная кавалерийская дивизия, в городе Джамбул, нынешний Тарас, 105-я казахская дивизия, в городе Усть-Каменогорск, 95-я казахская кавалерийская дивизия, еще плюс 96-я дивизия в Джамбуле. Они были сформированы, но 3 из них отправились на фронт, остальные были переданы, там остальный состав для пополнения личного состава других частей. Если посмотреть, скажем, документальный фильм о военных лет, то на этих ящиках стоят 12-14-летние, скажем, мальчишки, вот за стариком работают. И кроме того, из Казахстана, вот, скажем, во время войны по законам военного времени все должны были нести трудовую повинность. В общем, неоценим вклад казахстанцев, действительно, в достижение вот этой победы. И так как приближали день, это 9 мая, день победы. Побежали, как могли. Да, спасибо им огромное, и вам спасибо за то, что пришли сегодня к нам. Наша беседа продолжится, но чуть позже, друзья, а сейчас несколько пожеланий от алматинцев в честь Дня Победы, в честь Дня 9 мая. Друзья, вы смотрите программу «Кулепуян Алматы». Напоминаем, что сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Кайдар Сейсимбаевич Алдажуманов, главный научный сотрудник Института истории и этнологии имени Чукана Валиханова. Ну, очень интересно, конечно, беседа у нас проходит, потому что очень много информации. Столько много для себя, может быть, даже нового открыли и мы, и наши телезрители. Говоря о концертных бригадах, я знаю, что были сформированы отдельные концертные бригады для поднятия боевого духа бойцов, и в них ведь состояли наши казахские артисты. Давайте еще раз вспомним эти замечательные имена. С началом войны все предприятия, даже, скажем, коллективы, творческие коллективы, все культурно-просветительные учреждения направили свою деятельность для обслуживания фронта, бойцов фронта. И как раз одним из таких мероприятий, шагов было формирование фронтовых концертных бригад. Это осенью 41-го года в Москве, как раз когда шли бои за Москву, в конце 41-го года под Москвой побывала концертная бригада из Казахстана. Ее возглавил тогда начальник управления, главного управления культуры при Совете народных комиссаров Казахской ССР Сергали Толубеков. Был такой известный потом ученый, он ректором Казахстана долгое время работал. Тогда Министерства культуры, Наркомата культуры не было в Казахстане. Это главное управление культуры, все это дела, вот, в этом возглавление. И вот в составе этой культурной концертной бригады были Джусубек, Елебеков, Жамал Ломарова, Куляш, Байсейтова и все другие известные наши артисты театра. Жара Зеленковова, Роза Багланова. Да. Вот так вот немножко подытожив, можно сказать, в военном плане огромный вклад казахстанцев. Тыловой фронт, да, о котором мы говорим, предприятия, которые все работали от мала до велика на фронт, они приближали победу. Даже деятели культуры присоединились. Конечно же. Это же не все, на этом вклад не заканчивается. Была и добровольная помощь мирного населения фронта в одном из своих исторических отчетков. Это, знаете, огромное, это как раз вот дело, это огромная страница истории войны, которую раньше она вообще-то освещалась, но сейчас забыта. Люди трудились, потому что из каждой семьи там кто-то ушел на фронт. И потом необходимо учитывать, что во время войны советская пропаганда, организация, вот эти властные структуры работали очень хорошо и эффектно. Простые люди, никто не принуждая на свои средства, они что-то предлагали приобрести для фронта. И началось это по инициативе молодежи Алматы, Труксивский район как раз тогдашний. Да, поподробнее об этом, очень интересно. Вот они подняли в августе 41-го года, подняли инициативу. Давайте соберем средства на строительство танковой колонны «Комсомолец Казахстана». Трудились дополнительно на субботниках, там зарабатывали деньги, вносили. И осенью, в конце ноября 41-го года, секретарь, одна из секретарей Центрального комитета «Комсомола Казахстана», это известная ученая Нурхан Батишина Ахметова, тогда она была секретарем Центрального комитета «Молодежи Казахстана». И она повезла эти средства в Москву, в Наркомат обороны, и ей разрешили на эти средства купить, приобрести 46 тяжелых танков КВ «Клим Ворошилов» в городе Коломна, под Москвой, как раз вот эти танки, у меня есть снимок, был в свое время там в книге, я свою опубликовал. 46 танков, и на башне каждого танка написано «Комсомолец Казахстана», и перед каждым танком стоит экипаж, 4 человека. И она в торжественной обстановке вручила командованию Западного фронта вот эти подарки от «Молодежи Казахстана». Кстати говоря, о героях Советского Союза. Мы чтим и помним имена воинов-казахстанцев, которые стали героями Советского Союза, ведь их действительно было очень много в сравнении на душу населения той же России, той же Грузии, бывших советских республик. Вот этот список героев Советского Союза, он каждым годом пополнялся после военных годов. У нас был исследователь Павел Степанович Белан, к сожалению, он ушел из жизни, и вот занимался как раз именно историей участия казахстанцев на фронтах войны. Он как раз первый начал собирать дополнительные уже сведения к известным темам, цифрам. И в настоящее время установлено свыше 500 героев Советского Союза казахстанцев. Ну, не все они уроженцы. Кто-то, скажем, прибыл, еще в детстве там приехал с родителями в Казахстан, жил и отсюда призывался. Кто-то родился здесь. И таким образом число героев Советского Союза, казахстанцев, в случае 500 человек, причем люди разных национальностей. Люди разных национальностей. Из них 102 казахов. Это, скажем, по сравнению, скажем, вообще в Советском Союзе первое место занимают, значит, по числу героев Советского Союза русские, потом украинцы, евреи, татары и казахи. Ну, а остальные так ведут. Вы знаете, вы нам сегодня в течение нашей беседы открыли так много интересного о тех нелегких временах. Вам огромное спасибо за ваш труд, за то, что благодаря таким людям, как вы, мы знаем, мы помним. И я думаю, что мы будем эти знания передавать и далее. Ну, и в сегодняшний день хотелось бы и вас лично, от меня, от Зары, от нашего телеканала поздравить. Поздравить с праздником. Настя Симбаевич, огромное вам спасибо за то, что сегодня вы были с нами. С мирного неба, крепкого здоровья. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, и несколько пожеланий хотелось бы, чтобы вы сказали всем тем, кто сейчас находится по ту сторону экрана, всем алматинцам, казахстанцам. Ну, вообще, подводя итоги сегодняшней нашей беседы, можно сказать, что с фронта войны каждый второй казахстанец не вернулся, к сожалению, и остался на поле брони. Вот, я знаю, что, например, устанавливали заниматься телевыми ресторами войны, скажем, сколько было депортированных. Начиная по моим подсчетам, я как раз первый, вот, в Казахстане в начале 90-х годов опубликовал, сколько в Казахстане было депортировано немцев, чеченцев, ингуши, коротчаевцы, балкарцы, представители других народов. И начиная с 1937 года по 1949 год, это 1949-1950 год, это выселение части украинского населения, как в Бандеровце, в Казахстане свыше 50 тысяч человек было устроено. Оказывается, число вот этих депортированных в Казахстан людей составляет, доходит до 1 миллиона 207 тысяч человек. И каждый казахстанец, там, скажем, ну, внес свой вклад, и особенно такие промышленные центры, крупные, там, скажем, и политические, и экономические центры, как Алматы, алматинцы, они внесли огромный вклад в победу. Я поздравляю каждого с Днем Победы. Спасибо вам огромное еще раз за эту интересную, содержательную беседу, действительно, праздник со слезами на глазах, светлый день памяти. Мы чтим, помним, потому что никто не забыт, и ничто не забыто. Огромное вам спасибо. Наш эфир подошел к концу, дорогие друзья. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Кайдар Сейсимбаевич Алдажуманов, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Института истории и этнологии имени Шоканова Лиханова. Наш эфир подошел к своему завершению. Друзья, доброго утра, отличного настроения и с праздником. Ну а мы, я, Дмитрий Рублев, и моя коллега Зара Исинован, не прощаемся с вами, а говорим до завтра. Еще раз с праздником Великой Победы. Вечная память ушедшим воинам и низкий поклон ныне здравствующим ветеранам, работникам тылового фронта. Спасибо вам. Мирного неба. Увидимся на телеканале Алматы 10 мая. Увидимся на телеканале Алматы 10 мая.